Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? Здравствуйте всем из солнечного Владивостока. У нас зима, дела прекрасны. Слушай, а я, Боже, чай буду пить, потому что то, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Но я буду пить чай, ладно? Приятного чая в ночи московской. Действительно, я за целый день не мог чаю выпить. Слушай, все время с этим коронавирусом, с этим коронавирусом, это кошмар какой-то. Я все время помогаю, помогаю, помогаю. Но я всем всегда говорю по московскому времени, звоните только после 21 часа. Ага, ну да. Ну во Владивостоке это какое время, когда в Москве 21 час? Плюс 7, 4 утра. Ну понятно, понятно. Ну давай рассказывай, как ты там работаешь. Как работаешь? Ну вот, что сейчас я могла бы сказать, как это работает. Меня зовут Наталья Астахова. Я психолог, гипнотерапевт, тренер по развитию памяти, внимания. В общем, у меня такой большой спектр работы. Но в основном я работаю с людьми, которые приходят... Как ты ключ применяешь, скажи, как ты ключ применяешь с детишками, с воспитателями, с педагогами, по памяти, там про коронавирус. Как ты это все применяешь? А вот сама лично, расскажу всем свою историю, чтобы понимали. Да, 10 лет назад мне показали этот способ. Ну я думаю, ой, прикольненько, что-то там мы делаем. И периодически делала и вспоминала. Думаю, вот у меня две подруги были, они вот все ключ делали. Но они мне не донесли, вот говорят, ну классно, классно. Я тут как-то и не дошла тогда до тренера, который тут был, ну как-то не дошло. Но потом, когда в прошлом году я заболела коронавирусом, попала в больницу в тяжелом состоянии, я, ну, инстинктивно стала делать вот эти упражнения, вот это расхождение, вот эти... Ключевой стресс-тест. Ключевой стресс-тест. Я хочу, чтобы название было четко запечатлено. Потому что уже там делают, уже там делают, уже там делают, и даже не знаю, как называется. Но песня стала народной. А ты мне до этого говорила как-то, что ты когда маленькая была, я тоже так делала, я поэтому всегда под роликами там у меня написано, что мы всегда это инстинктивно делаем. Но чем отличаются ключевые упражнения? Почему ключевой стресс-тест? Потому что это осознанно делается. Когда осознанно делаешь совершенно другое качество, и ты можешь это сделать в любое время, в любом месте. Чтобы это все знали. Да, ну вот в больнице я стала делать, потом у меня был постковидный синдром. Для многих, может быть, это будет очень актуально. Постковидный синдром выражается в том, что ухудшается общее состояние памяти. Ухудшается энергетика, сил нету, да. То есть я могла и ключи в машине оставить. То есть мозг полностью в отключке. Очень тяжелые бывают моменты. И когда я вот в этом состоянии еще и стала терять волосы, я вот нашла опять Хасая в интернете и стала это делать. И для меня произошел фурор на технике кулачок. Вот это все понятно. Вообще я поняла, что это такое. И когда я словила этот эндорфиновый дождь, думаешь, о, так это вот оно про что. Как это классно этим управлять. При том, что мой путь был, да, 10 лет. И это ведь, ну, непростой путь. Я очень многому научилась. Я погрузилась в психологию, многому обучилась. И вот тогда до меня дошло, наверное, надо было пройти 10 лет, чтобы дойти. Как оно это работает, как правильно. И сейчас всем своим подпечным и учителям, и ученикам даю вот это. Я хочу, чтобы всем было понятно. Дело в том, что Наталья мой ученик. Она как специалист у меня проходила подготовку и проходит. Это особый момент. Это не значит, что любой человек может учителей учить там и так далее. Лично для своего использования. Пожалуйста. Для этого у нас школа. Человек будущего. Хоу футуру. Чтобы всех научить. Но чтобы обучать других людей, как раз надо пройти подготовку. Вот как Наталья. Молодец, Наталья. Она вообще такая бойкая. Она там не только во Владивостоке. Ее знают везде там. Расскажи, что ты там. В Акраине, в Израиле. Педагогам ты там показывала, как это делать. Детишкам там показывают, да? У меня вот сейчас тоже курс по развитию памяти закончился. И там было два педагога, да? И вот курс развития памяти и скорочтения. Так вот, результатами, как педагог говорит, дети стали послушными. В начале урока используется вот эта разгрузка на концентрацию внимания. Дальше дети стали более сконцентрированные. И самое, ты знаете, почему-то это... Собранные, более собранные, да? Более собранные. Почему это стало происходить? Потому что сама учительница входит в состояние ключ, в это состояние управляемого транса. Она в этом кайфе. А дети же смотрят, наши зеркальные нейроны же работают, они же это чувствуют, вот эту любовь. То есть, если раньше был стресс и подготовка на курс, на подготовку к урока, это было часа три или два, то сейчас это сжимается, и вот эти карты, интеллект-карты у меня в курсе, да? И в этом состоянии они выстраиваются, на их говорить. И дети начали так же думать. То есть, на самом деле, это когда человек умеет входить в это состояние, он это может передать, да? В общем, момент важный я хочу сказать для всех, особенно для новичка, который первый раз позже смотрит такие ролики наши. Дело в том, что мы всегда, всегда инстинктивно, естественным образом, то входим в состояние транса, то выходим в состояние транса. Вот когда стресс – это неуправляемый транс. А ключ заключается в том, чтобы научиться быстро нашими приемами ключевыми, сознательно, осознанно входить и выходить, решая наши проблемы с помощью этих ресурсов. Вот это вот, осознанно. Потому что, когда ты говоришь, вот педагог ходит в транс, вышел из транса, кто-то может подумать, да они что, людей трансуют, что ли? Нет, наоборот, выводят, выводят на уровень осознанности, чтобы проснулся разум, чтобы выйти из этого транса. Для этого человек должен время от времени с помощью ключевых приемов разгрузка, ключевой стресс-тест, там шалтай-болтай, там упражнение полет, там хлест руками по спине, там лыжник, плавание и другие. Входить-выходить, входить-выходить и сделать транс подконтрольным себе. Да, это самое главное. Ко мне вот пришла буквально вчера моя знакомая, я говорю, смотри, что можно делать. Я говорю, как? Она после ковида. И тоже, говорит, тяжело, неконтролируемый гнев, эмоции, то есть срываются, нервная система поражена, то есть центральная нервная система ковид очень часто поражает и это выражается в этих состояниях. Говорит, ару, допустим, ару. Я когда показала, она говорит, господи, какой кайф, и полетели ручки у нее, причем вот этот момент у нее не сработал, а руки вверх вот как бы полетели, и все, оно вот словилось, и вот говорит, сейчас буду смотреть. Я говорю, так надо это и на работе ваших всех научить. Вот пошла сейчас отрабатывать, потом научим весь коллектив их тому, как снимать стресс, да, там, ну, связано с финансами организация, тут такой момент, да, очень важный. И если научить, как работать с людьми в стрессовых ситуациях, и там многое народу переболело, представляете, какое доброе дело вообще. А если учителя будут уметь это делать, они будут меньше стрессовать, потому что, ну, тяжелая ситуация. Слушай, я тебе сейчас все скажу. Вот мне сегодня буквально в скайпе рассказывала моя приятельница, что когда она из ковида выходила, у нее, значит, осталось, что как только... Она даже говорит, даже уже и не начала нервничать утром, а уже, говорит, стянула шею. А я, говорит, вспомнила, как я делала ключевой стресс-тест. У меня, говорит, уже, ну, вот я с ней буду ролик делать, она расскажет это все. Во-первых, как она вспоминает только это состояние ключевое. И раз, и шею отпустила. А потом она говорит, у меня после этого ковида глаз все время тек. Раздражимость высокая была, и меня подруга отвезла в клинику. И мне там закапали, и сказали неделю капать. Я, говорит, неделю капаю, ничего не помогло. А потом я, говорит, подумал, давай попробую, раз шею отпускает. Почему так? И тоже, говорит, как только начинает раздражимость высокая. Я, говорит, вспомнила и направила. Ну, ладно, она сама расскажет, куда она направила внимание в этом состоянии. И, говорит, вот уже смотри, второй, третий день, говорит, вообще нет слезы даже, все нормально. Она сама расскажет. Вот это будет очень интересно для всех, которые... И что касается меня, да. Чтобы понять иммунитет, да. Когда вот, то есть я пошла, вот это упражнение кулачок, вхождение в состояние, мне очень понравилось. Да, это же можно потом... И мысленно, но кулачком... И мысленно, да, конечно, конечно. И подбирать надо себе свое, а сам процесс подвора тренирует поисковую активность мозга, развивает интуицию, творческое начало человека. Ну, это простое упражнение, которое мне вкатило. Раз, раз и сила появилась. Такое, внимание, уверенность и пошел. Вот, тоже здорово. Для публичных выступлений, опять же, да, в состоянии. Входишь и снимаешь стресс. Ну, тоже здорово получается. При взаимоотношениях, да, если люди там ссорятся, расходятся. Разные ситуации бывают. Ну, вот из примеров, что... И семью я там научила этому, да. И они уже могут управлять своим гневом, управлять своим страхом. Ты мне говорила еще про то, что ты там сейчас пытаешься помочь людям, которые в долги залезли с этими кредитами. Как ты это делаешь? Расскажи, чтобы они обрели какое-то спокойствие, внутреннее равновесие и лучше решали свои вопросы, да? Или как ты там это делаешь? Вот здесь сейчас, сейчас по статистике, Россия за последние несколько месяцев по микрокредитам, вот что-то на 300% выросли микрозаймы. То есть это значит народ в долгах. А что такое долг? Это стресс, да? Ты должен, соответственно, человек не может войти в нормальное состояние. Еще бывает так, есть кредитная карта, человек не работает, привыкает не работать, вот. Но стресс-то идет, так или иначе, он в подсознании сидит, что ты должен ищем... Конечно, домоклов меч, домоклов меч, конечно, и ситуация неопределенности. В виде психосоматики и так далее. Ну, опять же, снимая стресс и выходя из состояния транса, потому что страх – это состояние транса. Да, именно, люди просто этого не знали. Что страх – это просто транс. Да, и когда мы учимся войти в транс, выйти из транса, войти в транс, выйти из транса осознанно, то мы обретаем, потому что человек управляет только тем, что он осознал, все остальное управляет им. Да-да-да, ты молодец какая-то. И вот в это, то есть это выходить из этого транса страха и здравомыслие включать. То есть здравомыслие – это когда ты четко понимаешь, что здесь нужны какие-то действия. Когда тебе страх блокируют, ты не можешь принять решения правильных, продуктивных. Ну, вот таким вот образом, да, что вот если у вас есть кредиты, и вы хотите избавиться от вот этой долговой ямы, по сути дела, рабского ошейника, которую вешают банки, вот, вольно или невольно вы в этой… Берите кредиты, вводят все в порядке, я это знаю, да, я не беру никогда. Вот, и тогда это чувство свободы, оно дает совсем другое ощущение, да, и если вы хотите быть свободными внутри, счастливыми, вот в этом состоянии понимания, что такое счастье, это когда ты входишь в ключ, я поняла, что это состояние такой легкости, безмятежности, красивое слово, Хасай, спасибо за слово, безмятежность. И это состояние нормы, когда вы ребенком встали утром, подняли глазки, ой, мир прекрасен, жизнь хороша, сегодня будет самый лучший день в моей жизни. И с таким настроем пошли, да, вот эта легкость, то есть это возвращение вот в это счастливое состояние. Это детское состояние, будучи со взрослым умом, соединить у себя состояние детской естественности, детской счастливости, когда ты был защищен, когда у тебя были бабушка и дедушка, а потом ты растешь, и у тебя появляется ответственность, тебе самому надо решать все вопросы, и появляются напряжения, стрессы, страхи, у некоторых кризы, и поэтому потом панические состояния навязчивые. Ты молодец, вот я очень рад, что ты так хорошо, творчески применяешь ключ при обучении своих питомцев, воспитанников. А с детишками как ты, с детишками? Ну вот, допустим, НУРС, да, вот такой случай с практикой, НУРС, вот ребенка привели ко мне, что плохо учится, плохо с вниманием, выяснилось, что НУРС, а что такое НУРС ночной, да? Если ребенок уже девятилетний, то это же стресс, она же знает, что она, ну что-то не так, да, и мама все время в тревоге. В общем, мы с мамой поработали, и с ребенком, вот поработали один раз онлайн, и вот как раз вот этот ключ включил, она успокоилась очень быстро. И после этого у нее... Это очень важно для детей с НУРС. Я, извини, я тебя перебью на секундочку, я историческую справку скажу. Ну, значит, когда метод утверждали в Минздраве СССР, то Академик Морозов, директор Института Сербского, он увидел, я там проводил исследование, и там как раз-таки должны были подписать заключение по методу. И он как раз зашел, его провели в подростковое отделение, детское подростковое, там как раз дети с НУРСами, с НУРСами. И им давали милипромин, психотропный препарат, чтобы они не проспали ночью, этот момент, когда надо пойти в туалет. Представляешь, это какой ужас, да, детям милипромин давать. Ну, это те годы были. И вот, значит, когда он увидел, что я научил этих детишек вообразить, что рука всплывает, вообразить, что он настраивается, как охотник на охоту настраивается, заводит внутренние часы, встать там в 5 утра, допустим, как детишки это сами себя настраивали, он сразу подписался в документы, и это было потрясающе, и потом уже утвердили Минздраве СССР. Потому что это прошло испытание в Институте Сербского, и одна из групп как раз была детишки с НУРСами. А второе, моя дочка Шейла, она очень много лет, на самом начале своего развития, как специалист, она как раз-таки работала с детишками с НУРСами. То есть это действительно очень помогает, я тебе сразу могу сказать, что именно будущее есть для детей, которые с НУРСами, если они будут променять ключ. Ну, не только с НУРСом, если это школьники и проблемы в школе с одноклассниками, что делать, да, входить в это состояние, то есть кто выходит там, спортом занимается, но не все спортом занимаются, но вот вернуть вот это состояние нормы, мечты, и вот это состояние легкости жизни, да, которое мы все говорим, счастье. А что такое счастье? Это когда легко, ты живешь, ты свободен, ты, ну, для меня это состояние счастья, это свобода, легкость и радость жизни с принятием вот того, что есть. Конечно, дети не могут спортом заниматься, тут фитнес-центры сейчас немножко загружаются, так отключаются, потому что дистанционка там и все прочее. Ты правильно говоришь, когда ребенок в школе перегруженный, когда он не может сейчас бегать, войти в ритм бега, то когда он входит в это состояние, то снимает стресс, снимает утомление, нагрузку, напряжение, он как раз в это состояние входит, которое он во время бега, когда в ритм входит. Я просто эти параллели провожу, чтобы было все понятно. Да, ну и, соответственно, тогда и снимается стресс, у них внимание включается, а внимание – это залог хорошей памяти, то есть это прежде всего есть внимательность. А что такое внимательность? Это способность концентрироваться. Для этого нужна и тренировка, и энергетика, да, и отсутствие, опять же, стрессов, вот этих страхов, неудачи, двойки и вот этой прочей программы, которая нам в школе дается. Если двоечник, то ты плохой. Ты мне напоминаешь прямо сейчас директора школы, но уже новой формации, которая знает, что такое снять напряжение, снять утомляемость, снять зажимы. Вот и так вот сейчас расскажешь. Да, молодец, да. Для школ очень важно, что касается еще, вот я же говорю про память, внимание, когда ко мне приходят, ну то есть улучшить память, говорят, у меня плохая память. Выясняется, что человек в таком стрессе, что на самом деле у него блокировки происходят, он не может сконцентрироваться, и у него доминанты работают туда, то есть внимание где-то там, 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 или где-то в отношениях, или где-то на работе проблемы, или денег не хватает, тут долги. И тогда получается внимание рассеянное, нужно сконцентрировать, вот это убрать и принять решение. И тогда, когда они проходят, я же все-таки тренер, да, вот регрессия, да, можно это вспомнить в прошлом, можно же плохое убрать и забывать ненужное с помощью ключа, а можно еще и вспомнить те прекрасные места, ту силу, ту уверенность, которая была в детстве. И когда ты этими ресурсами можешь из прошлого также напитаться, и это дать настоящее будущее, и тогда ты обновленный, чисто идешь в свое будущее. Ты хорошее слово сказала, что ты в этом состоянии чувствуешь себя счастливым, ты сказала кайф, да, чувствуешь? Да, чувство кайфа. Когда людям объясняешь, для чего им нужен ключ, ты говоришь, нужно для того, чтобы получать кайф, когда ты хочешь, да, или получать состояние счастливости, когда ты хочешь, в любое время, в любой точке. Да, ты читаешь книгу, ты, если включаешься, это же состояние транса. А если ты еще входишь в состояние кайфа, то тебе книжки читать легко и быстро можно. И быстро, правильно, 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 правильно. А если тебе не нравится учительница математики, то если научиться снимать вот эту проекцию, вот эту, то, что не нравится в математике, то есть математика выясняется очень даже приятная. Слушай, я всегда люблю свои картины показывать, я тебе покажу одну картину. Я человек междисциплинарный, мультиэффектный, межэтажный, да, поэтому, поскольку разными видами деятельностями занимаемся, и у нас в школе обучаются раскрывать свои таланты в разных самых направлениях, я обещал показывать картины. И вот сейчас вот эта, видишь, картина какая, называется «Вязальщица». Не знаю, как ее видно там хорошо или нет. Чуть пониже, нет, пониже, пониже, чтобы лицо было видно. Ага, вот, да, красивая девушка, нежная такая. А самое интересное, за ней вот подсознательный сигнал, как крылья, видишь, как главное. Ну, да. Нету, просто свет я так сделал. Здорово. Вяжет. Вяжет, да. Вяжет, и мне кто-то написал «Вяжет жизнь». Ну, да, это ж такое, это ж такая метафора красивая. Река жизни или вязать жизнь, да, свои узоры жизни. Ну, когда повторяемые движения делаешь, входишь в это состояние, тоже в это состояние безмятежности. Да. А другой на барабане играет, зависит от состояния. Хасая, у меня вопрос такой к вам. А что вы думаете по вот интернет-зависимости, которая сейчас очень распространена, и вот люди в сетях сейчас думают, кто там о ковиде, кто о Навальном. И, в общем, какая-то вот такая волна идет информационная, что вот просто невозможно оторваться от этой коробочки. Ну, во-первых, не хватает общения. Во-первых, не хватает общения. А главное, что когда человек входит, кнопки нажимает, смотрит информацию какую-то, он разгружается. Он разгружается. А если он будет просто, если он хочет отвязаться от этого, от этой зависимости, хотя бы 5 минут в день делать ключевые упражнения, он и так разгрузится. И поэтому уже ему неохота там долго сидеть. Посмотрел то, что ему надо сделать, и пошел занялся делами. А если это эмоциональный голод, и не хватает друзей, не хватает действительно общения, что делать? Ну, то есть тут же нужны какие-то движения, помимо разгрузки, как это реально, чтобы она изменилась? Вот что делать? Дело в том, что общение вообще никто заменить ничем не может. Само непосредственное общение. Ну, может, тогда не в клуб наш. Расскажи, расскажи. Вот, у нас есть такая идея, клуб любителей ключа. И где можно вместе заниматься, обмениваться своими идеями. Я так вижу, обмениваться. Мы же очень часто приходим на какой-то тренинг, сейчас же модные тренинги, да? И очень редко люди вот так вот близко знакомятся. Некоторые вообще никому не подходят, прям боятся. Страх общения еще есть. Он существует. И это одна из блокировок, которые сейчас существуют из-за ковида. Страх реальный жизни. Я не знаю, сможет ли дедушка обнять своего внука. Вот, вот, страшные вещи. Это же страшные вещи, да. Ну, пускай такой суррогат, но тем не менее, это все равно живое общение. Я благодаря, ну, своему темпераменту, я всегда стараюсь познакомиться, узнать, есть ли это коллеги, то поделиться опытом. Мы клуб сделаем, Наташа, мы клуб сделаем. У нас же, я давно обещал, там у меня есть закрытые группы. Мы сделаем одну из этих закрытых групп клубом. Она у меня готова 2-3 года, я все думаю, кого туда пригласить, в эту закрытую группу. Либо больных пригласить, чтобы они не мешали своими больными вопросами для развивающихся, которые развивают у себя изобретательское мышление, творческие начала. А там бабушка или дедушка в 70 или в 90 лет вдруг со своей пяткой, пятка болит. Для них сделать или сделать для людей уже продвинутых по ключу, которые хотят развивать творческие качества, дальше развиваться в своей деятельности. Чтобы не было никому обидно, я всегда за будущее. То, что выносит развитие и то, к чему можно стремиться. И те, которые сегодня болеют, постепенно выйдут, и они уже могут перейти на тот уровень. Я за будущее, за развитие, за силу. Чтобы они не болели, чтобы они не болели. Вот, а молодые не будут болеть, и они вот и перестанут, да. Их не перестанут эти. Я считаю, что... И не только болеть не будут, а еще будут сохранять творческую молодость гораздо дольше, чем обычно нам, ну, принято у нас там сколько-то, 70 лет, 80 лет. А кто занимается ключом, а у меня сейчас есть друзья, которые давно занимаются. Они старше меня намного. Слушай, они как... Я так же выглядит, так же молод. Я же молодым выгляжу, нет? А сколько вам лет? 69 лет, 4 марта будет 70. Вау. Вот. А как же? 70 лет. А мне там девочки в личке пишут, давай познакомимся. Я говорю, я старый уже. Вот. Так что вот тема общения и вот тоже, опять же, снятие страха, страха и смерти. Но на самом деле это страх жизни включает нам. Это страх жизни включает. То есть если человек боится жить, боится обниматься, боится общаться, то это ведь про страх жизни, который нам блокирует. А вот это состояние нам, вот когда включаем, да, вот, то и есть общение, то тогда мы чувствуем себя нужными, полезными и... Слушай, давай мы так сделаем, мы с тобой еще раз встретимся, чтобы эта реклама не показалась. А то получается как бы как реклама получается, понимаешь? Ну, хорошо. Ну, тогда вот более предметно тогда методично расскажешь, допустим, какой-то случай. Какой-то случай расскажешь и поделишься опытом. Это для всех будет, для нашей школы очень будет интересно, обмен такой опытом. Вот это хорошо? Да, 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 хорошо. Сделаем такое обязательно. А то решатся, что рекламу тут хотели, понимаешь? Нет, ну просто есть среди нас психологи, допустим, есть психологи, такие продвинутые у вас. А как это можно применить? То есть раз есть опыт, поделились. Если это у людей, у которых есть проблема у детей, они также услышат, куда можно пойти. Касая, вон, можно пойти в школу. У вас есть специалисты, которые могут помочь. Это не так легко, как кажется. Это же целая работа. Просто говори, что самый простой. Вот отец Курпатова, главный редактор методического руководства по психотерапии, там статьи, там написал. Он там, главный редактор, там написал. Самый простой и эффективный метод саморегуляции – ключ. Ключ, да. Я смотрел недавно Греф с Курпатовым, как Курпатов там рассказывал, дефолт мозга, дефолт мозга. Он, наверное, даже не знает, что нулевое состояние, которое все участники, даже школа легко получает. Это и есть дефолт мозг. Это и есть состояние. Конечно. Состояние, в котором лучше всего жить. Это самое естественное состояние, которое есть у человека. Конечно, конечно. Спасибо тебе огромное. Благодарю, Хасай. Слушай, ты так хорошо выглядишь, что ты говоришь после ковида, после ковида. Молодец. Да, мы уже восстановились. И другим, если нужно, обращайтесь тоже, вам тоже можем помочь. Да, Наташа, дай свои координаты, мы туда поставим под видео, чтобы кто хочет к тебе с вопросами. Хорошо. Хорошо, всего доброго, до свидания. Счастливо. Спасибо. Спасибо.